У всей страны есть уже мобильные телефоны, но женщины и девушки не догадываются, что мужчины, когда знакомятся с новыми девушками, записывают их номера телефонов, вбивают в мобильный под видом мужских имен. Знаете вы об этом, да, девушки и женщины? Ну, чтоб жены или подруги не догадались, или девушки, да, вбивают под видом мужских имен. Вот, разберем случай, вот, например, такое красивое имя Александра, женское, это подарок для мужчины. Записал Саша и все. Непонятно, Александр или Александр, естественно, речь идет об Александре, но Александр. Та же фигня с Евгениями, Женя. Все понятно. Теперь разберем сложные случаи, внимание. А что, если, это я обращаюсь к девушкам и женщинам, а что, если девушку зовут Ирина? Мужчины-то знают, как это записать. Ираклий, я слышу, Игорь, да, вот, вот, вот он, женский мозг. Ираклий или Игорь? И всю жизнь иди запоминай, что Ираклий и Игорь это Ирина. Не будем забывать, что речь идет о венце творения природы мозги половозрелого мужчины. Чтобы не вызывать никаких подозрений, любой мужчина записывает Ирину. Внимание, сейчас будут аплодисменты мужчинам. Мужской мозг записывает Ирину в виде стопроцентного словосочетания Ирина Михайловна. Это мужчины придумали. Это очень серьезная штука. На этом бы женщина остановилась. Ирина Михайловна, хватит, все, не вызывает подозрений. Чтобы не привлекать абсолютно никакого внимания, стопроцентное, просто вот железобетонное, железобетонное. Мужчина всегда приписывает рядом с Ириной Михайловной магическое, оттягивающее на себя внимание слово «ЖЭК». Ирина Михайловна, ЖЭК, это железобетон. Теперь вы понимаете, сколько вариантов в мужских мобильниках, которые звучат примерно как Ирина Михайловна, ЖЭК, Ангелина Владимировна, билеты, Нина Антоновна, посольство и совершенно стопудовая, непробиваемая Марина Алексеевна, бабушка Антона. Теперь разберем самый страшный случай в жизни многих мужчин. Где-то в половине четвертого утра от Марины Алексеевны, бабушки Антона, приходит смс-ка с милым вопросом «Где ты?». И еще смайлик, и дописано «Мы с сестрой уже в клубе». Это очень тяжелый случай в жизни. Как выпутываться из подобных ситуаций, мы расскажем вам в следующей программе. Время очень мало для того, чтобы раскрыть перед вами все тайны, известные нам вселенной. И кое-что о женских мобильниках. Женщины тоже иногда вбивают мужские имена под видом женских. Не говорить об этом. Просто у женщин все очень просто. Познакомилась с Костей, записала, как Катю. Муж нашел, что за Катя. Катя это Костя, мы любим друг друга. Все, развод. Собирать вещи, уходить домой. Все. Очень быстро все происходит. Аплодисменты мужчинам. Мы придумали самые главные вещи в жизни. И в том числе, как вбивать женские имена под видом мужских мобильников. Аплодисменты всем мужчинам и парням. Мы молодцы в любом случае. Спасибо. Еще ни разу за сегодняшний вечер на этой сцене не было такого количества носителей вредных привычек. Ну что ж, как говорится, минус на минус на минус на минус иногда дает плюс. Встречайте, практически весь камеди на первом, на этой сцене. Да, мы продолжаем под ваши аплодисменты. Еще один музыкальный номер, который произошел в реальной жизни. И называется он просто, я не знаю, казус, музыкальный казус. Ну или, если хотите, не музыкальный казус. В скором времени вы все поймете. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Александр Свистоплясов Александр Свистоплясов 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 Хватит! Я найду тебя! Давайте ставьте Фанеру, я проиграю быстрее Александр Свистоплясов Хватит! Фанеру! Терминатора давайте! Александр Владимирович! Александр Владимирович! Что еще? Катастрофа! Заживало терминатора! Поубиваю всех там! Слушайте, на уге на водителя есть какая-то кассета. Может, ее поставим, а? Ставьте что-нибудь быстрее! Хорошо! Скоты! Систь аплаксникс! Козлы вообще! Как можно было перепутать! Студия «Ночной такси» представляет новый альбом Александра Розенбаума на плантациях любви. Какой такси? Я мой терминатор! Какой Розенбаум? И Виктор Смирнов. Санкт-Петербург. Май 1996 года. Я проиграю! Ах, как лёг стоял, роболек струя. Перед ветром, рвущим, гонос я вжив. А зерцот свело, и весом село. Я уткнулся, он без сырой. Ставьте что-нибудь! Другое! Валера, где ты? Уволил! Александр Владимирович! У меня на мобильнике, на звонке, отличная вещь стоит. Давайте её. Давайте что-нибудь повеселее, быстро. Что происходит? Валера, что ты ставишь? Александр Суисто-Плёкшнер! Спасибо большое! Ну вот, сынок, ты стал совсем взрослым. Ты совсем взрослым, да. И папа, а это я, хочу, чтобы ты стал настоящим спортсменом. Настоящим спортсменом. Мне уже шестёрка. Вот, уже шестёрка тебе? Да. Слушай, как бежит время. Хочу, чтобы ты стал спортсменом, сынок. Смотри, смотри. Вот спортивный магазин. Сейчас мы купим тебе что-нибудь, и ты станешь чемпионом мира, и папа будет гордиться кем? Тобой. Так, давай-ка купим, я не знаю, сноутборд. Сноутборд хочешь? Сноутборд! 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 Сноутборд будешь кататься по горе, туда-сюда будут снимать телекомпании. Сноутборд. Я буду гордиться. Сноутборд. Ну-ка, на сколько он стоит? Не вижу он. Пять тысяч долларов. Отвратительный вид спорта, сынок. Ужасный вид спорта, понимаешь? Он искалечится весь. Искалечится, руки-ноги поломаешься, куда и потом. Давай что-нибудь другое, я не знаю. Пусть будет, что там, роликовые коньки. Роликовые коньки. Роликовые коньки. Роликовые коньки. Представляешь, как это здорово? Как у Ксюши. Как у Ксюши? Кто такая Ксюша? Подруга твоя? Ну, он будет. А, моя подруга. Вот, да. Как у Ксюши. Как у Ксюши. Сколько стоят роликовые коньки? Три тысячи долларов. Ну, зачем их покупать, сынок? Зачем покупать их? Это же... Можно сломать себе ногу, понимаешь? Или упадешь и раскачешь себе лицо, оно у тебя и так не очень у меня получилось. Давай-ка, я не знаю, что-нибудь... Какое-что-нибудь поменьше, там, не знаю. Вот эта теннисная ракетка сколько стоит? О, теннисная ракетка. Как Сафин будет? Ну, как Сафин будешь, как этот... Как Вимбельдан, это... Уимблдон будешь, конечно. Как это? Как сколько вы стоите? Тысячу долларов. А и пинг-понга нет здесь? Пинг-понга. Давай, пинг-понг сколько? Пятьсот долларов. А очень маленького тенниса совсем, что микроскопического нету здесь? Никаких других предметов. Ладно, давай, а... Этот, а... Что, вон, эти... Карты! А? Карты, сынок! М-м-м! Давай купим карты. Подожди, пап, ну разве карты это вид спорта? Ну, не совсем, но зато если... Если ты войдешь во вкус, можешь купить себе и дом, и сноуборд, и все, что хочешь. Давай карты, сколько они стоят? Хм... Триста долларов. Может, Кости? Кости-то... Кости есть здесь? Есть. Сколько они? Э-э... Сто долларов. Шарик какой-нибудь, может, завалялся? Шарик есть какой? Шарика нету. А что? Во! Свисток! Давай свисток! Сколько стоит свисток? Четыре рубля. Четыре рубля! Отлично! Будешь тренером. Это же звучит! Гус хидинг! Тренер! Гарри Кундо Ходлама. Голго, Штан Батрулина. Еще увидимся наверняка. Вот мы присели для того, чтобы показать вам замечательную миниатюру, которая называется... Раскопки 2. Два. Добрый день, дорогие друзья. Раскопки, 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 раскопки. Прекрасное настроение, замечательная, замечательная погода. Сегодня я беру свое интервью у, опять же, вам знакомого, археолога, человек с именем, с именем, конечно же. Человек, который получил замечательные премии «Замороженный клюв мамонта-2003», «Замороженный клюв мамонта-2004», «Замороженный клюв мамонта-2005» и «Шесть». Это, конечно же, Сергей Иванович Копай! Копай! Есть у меня один могильник. Это мы уже слышали 2000 раз. Да, Сергей, давайте так. Скажите, пожалуйста, вот вы копаете, копаете, копаете. Может быть, вы находили какие-нибудь реликвии? Может быть, какие-нибудь реликвии? Вы знаете, что интересно, мы копаем, мы копаем, мы копаем, и находили какие-то реликвии, и даже какие-нибудь реликвии. Я спрашиваю, вы копаете, копаете? Вы находили какие-нибудь, может быть, я не знаю, какие-нибудь вещи, что-нибудь? А я вам что говорю, какие-нибудь вещи? Что-нибудь ценное вы находили? День сурка какой-то вообще. Вчера одно и то же меня спрашивали. Вы говорите, вы рассказываете, нам интересно, зрители, понимаете? Рассказывайте. Короче, только вам. Только вам. И зрителям. Только вам. Каким зрителям, что вы делаете? Уберите камеру. Уберите всех. С самого утра я нашел амфору полнюсенькую. Вы подождите, какая амфора? Что за амфора, я спрошу? Каренная амфора. Может быть, вы находили какие-нибудь интересные вещи, понимаете? Какие-нибудь, может быть, золото, бриллианты, я не знаю, что-нибудь. Какое золото, бриллианты? Я занимаюсь аркеологией. Поэтому утром полнюсенькая амфора. Полнюсенькая, просто за краёв. Плевать нам на амфору, понимаете? Плевать нам на амфору. А на что же вам не плевать тогда? Что-нибудь интересное, что-нибудь интересное. Что-нибудь интересное? А амфору неинтересно. Ну, был же что-то нахомоз. Понимаете, как интересно. Был что-то нахомоз. Но когда утром прямо рядом с золотым руном стоит полнюсенькая амфора. Тихо! Что вы сказали до амфора? Что вы сказали? Утром. Так. Дальше. Рядом. Но? Золотым руном-то не полнюсенькая амфора. Стоп! Рядом. Рядом с золотым руном вы сказали сейчас? Да, я сказал рядом с золотым руном. Это что смешно? Я ничего не вижу здесь. Ничего смешного. Ну, понимаете, что золотое руно? Ищут тысячу лет уже люди. Ну, и что? Вы нашли золотое руно. Я нашёл золотое руно. Вы глупо... А вы не про амфору какую-то говорите. Ну, и что? Ну, какая амфора? Вы же золотое руно нашли. Да я нашёл. Люди ищут. Я нашёл. Смотрите сначала. Просыпаюсь утром. Начинаю копать. Да. Копаю-копаю. Копаю-копаю. И вдруг... Но! Откопал но. Ну, думаю, сейчас всё. Либо ру, либо гав. Либо нобелевская фемия, либо как обычно. Копаю дальше точно ру. А рядом полнюсенько... Подождите, подождите, рядом золотое руно. Да. Руно золотое. Золотое руно. Прямо вот по центру этой янтарной комнаты, вместе с этой полнюсенькой. А-а-а. Подождите. Секунду. Вы янтарную комнату откопали? Да, вы откопали янтарную комнату. А как её по-вашему военно-шу-то, полнютенькую? Подождите, посову, где вы откопали янтарную комнату? Где? Где откопал янтарную комнату? Где откопали? В Сызрани её откопал. В Сызрани, всё. А что вы делали в Сызрани? Я ездил на концерт Глызина. Что вы меня обманываете? Углазина в туалет и от концертов. Что вы делали? Нет, а вот один был корпоратив у какого-то идиота. Но я не знаю, я там был. Вы понимаете, что всё это ерунда по сравнению с тем, что... Я вам ещё раз говорю, я просыпаюсь утром. Вы только меня не перебивайте. Давайте сначала, давайте ещё раз. Ну, вы с утра. Просыпаюсь, начинаю копать. И полнёсенькая амфораоксибутирата натрия. И я, она полнёсенькая, понимаете? И я, по глоточку, и до Сызрани мы прошли 2000 километров под... Землёй. Под какой нахрен землёй? Под оксибутиратом. Вы попробуйте пройти под землёй без бутирата 2000 километров. А так по глоточку, совочки и всё. Эхэ, Сызрань! Но правда потом, открываю глаза, ни руна, ни янтаря, ни комнаты, а в руках какая-то маленькая какашка. Но я её срадую на четыре части, потому что 25% по закону мои, и это был самый счастливый день в моей жизни. Что ж ты счастливого-то? Нашли какую-то какашку и радуйтесь. Никакую-то! А как показал наш спектральный анализ, эта какашка была понтия Пилата. А хорошему хозяину в доме лишние 25 грамм понтия Пилатовского дерьма не помешает. Ну то, спасибо вам, гостяк. Очередной раз был. Придеван, копай. Да, это я. Так я же вам говорил, она полнюсенькая. Всё, понимаем. Мне это неинтересно. Там осталось, молодец. У нашего следующего гостя только одна вредная привычка. Он так быстро разговаривает, что смысл сказанного не доходит до него самого. Встречайте, Таир на сцене. Камеди на первом. Добрый вечер, друзья. Поток энергии, информации. Классная прическа. Таир на первом. Ну что ж, друзья, есть много вредных привычек. Самое вредное, конечно, читать книжки. Молодёжь перестала читать книжки, а зря. А всё потому, что книжки мало рекламируют. Мы решили исправить эту ошибку и отрекламировать наши любимые книжки. Итак, реклама популярных книг. Он параноидальный маньяк из Петербурга. Мой мир. Сбор бюджетных стран и более миллиона золотых. Ещё там добавляется обязательно. Опасайтесь в подделках. На пиратских книгах на 17-й странице видна тень читающего. Интеллектуально. Или вот ужастики. А-а-а-а. Когда тарелки несут смерть. А-а-а-а. Когда чашки и ложки источают зловоние ада. А-а-а. Когда самовары и умывальники берут власть в свои руки. Приходит оно. Одно большое горе. А-а-а. От создателя мухи, цокотухи, позолоченного брюхи. И тра-та-ты, тра-та-ты. Мы везём с собой коты. Федорина горе. Смотрите на нижних полках. Очень стильно. Или вот весёлое. 19-й век Фокс представляет. Somebody please tell me. Молодёжная комедия в духе фан-визина. Hey now, you don't stop, you don't don't don't. Hey. Весёлые тусовки, забавные диалоги и умопопрочительные приколы. Эй, чацки, чацки. Молодёжная комедия Грибаедова. Горе от ума. Читай и хохочи. Ух. Для поклонников Пилы и Пилы 2. Ту-ту-ту-ту. А-а-а! Анна Каренина, будет много крови. Лаконично. Дарья Донцова представляет. В Москве происходит таинственное убийство бизнесмена. Всё его состояние получает по наследству его молодая жена. Таинственный сюжет с непредсказуемой концовкой. Новый непредсказуемый детектив Дарья Донцовой. Убийца мужа или кто же убил своего супруга? Читайте, а лучше не считайте. Лучше бы школьников переехал каток Лучше бы школьники отравились парами ртути Лучше бы школьников пытали паяльником Но им предстоит именно это Одна из самых жутких молодежных брошюр Таблицы Брадиса, спрашивайте в научматканик издат В лицензионных брошюрах бонус Неудавшийся логарифм Алабачевского Еще одна книжка Стразы Дольчик Бана Верту Читайте новую книгу Стильные штучки Ксении Собчак Интеллектуально Продолжаем Для любителей телеканала Дискавери Новая книга Плохо видящие обезьяны Поющие вороны Музицирующие ослы Нереально трэшевая фэнтези басни Крылова Читайте Автобиографию Жанны Агузаровой И фантастический роман Айзека Азимова «Звездные лабиринты» Впервые под одной обложкой Устал думать? В школе учился на тройке? Друзья дразнят тебя тупицей? Сканворды — дядин язык Попугай — ара, богина победы — Ника Сканворды — подними самооценку Ну и наконец Пам-пам Добро и зло Ам-ам Свет и тьма А-а-а Верность и предательство Читайте словарь антонимов русского языка Читайте книжки Смотрите камеди Ха-ха, не мерзните Я люблю вас! Вредная привычка камеди-клаб Распространяться по всему миру Привела к тому, что сейчас на этой сцене Появятся наши коллеги из Киева Встречайте дуэт имени Чехова На сцене камеди на первом А-а-а Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья Здравствуйте Номер, который мы покажем Называется просто Случай в современном офисе Да Алло, Светочка, привет Привет, Зачек Секундочку, секундочку Вы ко мне? Да Проходите, проходите Да, 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 да Светочка, понимаешь, я просто не в офисе сейчас Я не в офисе, да Давай сейчас созвонимся после обеда Да, да Часиков в пяти-шести Давай, давай Ну давай, к восьми-девяти созвонимся Давай, давай, давай Просто в самолет уже захожу По трапу, по трапу уже захожу Улетаю уже, улетаю, улетаю, улетаю Давай, все Ну пока, пока, пока Все, давай, давай, давай По кулечке все, по кулечке Давай, давай Ну все, целую, целую, целую Давай, давай, давай Все, пока, да, да Добрый день Да, я к вам от Сергея Петровича. Он должен был вам позвонить. Извиняюсь, один звоночек сейчас, секундочку. Да, 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 Серёжа, да, привет, привет. Как накладные не получили? Должны быть уже. Да, да, подожди, Серёжа, не кричи, не кричи. Подожди, ты на факсе сейчас, да? Давай, я на факсе, я сейчас сброшу, я сброшу по факсу тебе. Давай, стартуй, стартуй, давай. Да, я прошу прощения, просто я к вам от... Ой, я прошу прощения, у меня тут звонит сейчас. Одну секундочку, просто важный звонок. Да, да, да. Алё, да, да, привет, да. Да, 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 могу говорить сейчас, да? Да, да, ничего. Да ты, да, звонил ночью, да, пьяный вообще, я помню, да. Так что она, как студентка, да? Ну, они все студентки, ну, понятно, да. Ну, давай, проспишься, позвони. Да, хорошо. Да, давай, я прошу прощения. Сергей Петрович, да, звонит. Важный звоночек, секундочку, да. Да, Валера, да, да. Подожди, как деньги не пришли? Должны быть уже, Валер. Валер, подожди, Валер, подожди, не... Я в туннель въезжаю, сейчас связь пропадет, сейчас... Да, да, я слышу. Сергей Петрович, он вам должен был... Секундочку, важный звоночек, возьмите трубочку, возьмите. Алло? Меня нету. Его нет. Уехал, уехал. В командировку. Командировку, да. Да, ага, я, да, сейчас я запишу, да. Да, да, диктуйте, да, я записываю, ага. Так, башку проломлю, ага, так, оторвуй. Первая буква я? А, ой, заставлю съесть. Я, о, да, я, а, хорошо. А кто звонил? Ага, Владимир, да, он знает, да, он знает. Хорошо. Я, да, я все передам, да, да. Всего доброго, да. Всего хорошего, да. Удачного дня вам, да, да. Счастья вам. Ага, счастливо, счастливо. Да, возьмите. Сергей Петрович, вам звонил по моему поводу? И просил... Ну, смотри, ну вот опять звонок, а? Ну, как он меня задолбал? Ну, урод уже, ну, 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 просто сил мне с ним разговаривать. Ну, просто... Да, Сережка, привет! Привет, да, да, старик. Да, рад тебя слышать. Да, да ты что, где ты пропадал? А ты рядом? Так давай, заходи, я жду тебя, давай, давай, давай. Не, ну, надо менять номер, потому что он же снизлезет меня. Сергей Петрович, он вам звонил по моему поводу и просил. Ёлки-палки, вот вы сказали, Сергей Петрович, я сразу свое вспомнил. Одну секундочку, он быстренько звонит. Да, 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 хорошо, я понял. Алло, алло, кинотеатр? Два билета на фильм «Сволочи», да. Сейчас, о, о, я прошу прощения, уваженный звонок. Алло, да, 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 я слушаю, алло. Нет, бухгалтера нет сейчас. Она вышла, да. Ну, не знаю, ну, перезвонить, ну, где-то, ну, через 15-20 лет она должна вернуться, да, да. Я прошу прощения. Сергей Петрович, просто звонил и... Сейчас, секундочку, секундочку. Алло, да, да, Вадик, да, да, да. Вадик, подожди, я в поезде сейчас, я в поезде. Вадик, подожди. Чай будете брать? Секундочку. В постель. Да, 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 два часа. Чай с лимоном будете, да? Вадик, Вадик, ничего не слышали. За постель сразу деньги отдайте. Вадик, я перезвоню, давай, да, да. Я прошу прощения, я просто один звонок должен сделать, хорошо? Одну секундочку. У меня как раз вызов, я сейчас... Да, да, хорошо. Орел, добрый вечер. Да, добрый. Я прошу прощения, Сергей Петрович, он звонил по моему поводу. Вы понимаете, просто я сейчас в офис. Ничего, я к вам в офис приду. А я уже ухожу. А ничего, я догоню вас. А я ухожу. А я быстренько за вами. Огромное спасибо, это были Андрей Молочный. Антон Лерий. Заводит имени Чехова. А я не глава Украины. Меня всегда удивляло, как этот благородный, я бы даже сказал, лакированный персонаж попал в столь сомнительную компанию. Встречайте, Гарик Мартиросян и Гарик Бульдог Харламов на сцене комедии на первом. Гарик Харламов Гарик Харламов представит музыкальную миниатюру, которую мы подготовили специально для вас. Специально для вас. А миниатюра называется «Самая капризная звезда отечественного шоу-бизнеса». Самая отвратительная, я бы сказал, звезда. Самая плохая звезда. Мягко сказано. Зазвездившаяся звезда отечественного шоу-бизнеса. Да. Да. Довольно модная профессия. Решили затронуть ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сколько времени? Спасибо. Проходите. Стойте, проходите. Стойте, проходите. Так, птица, стой. Так, кто засмеялся, проходите. Остальные, стойте. Стойте, проходите. Стойте, стойте, стойте. Стойте, проходите. Проходите. Тыди и проходи. Стойте, стойте. Проходите. Стойте, проходите. Что ты только что сказал? Так, все стойте Ты со мной разговариваешь? Я разговариваю с тобой Ты спрашиваешь, что я сказал? Я спрашиваю тебя, что ты мне сказал? Я сказал, стойте, проходите, стойте, проходите Стойте, проходите И ты идей, проходи, я сказал Я думал, мне послышалось Подожди, как ты меня назвал? Так, все стойте Я говорил, стойте, проходите, стойте, проходите Я говорил, стойте, проходите Я говорю, ты гей, ты гей, ты гей, ты гей, проходи, говорю, стойте, проходите, стойте, подожди, подожди, ты вот сюда посмотри, сейчас тебя в твошь на пак прилетит, ты понимаешь? Да какой я гей? Да я 20 лет уже из котелки не вылезаю. Я по двойке, стойте, девять килограмм, какого гроза. Какой сегодня день? День сегодня какой? Четверт. Четверт. Сегодня нотур раунд в год в 100 рублей. Гейм бесплатно. Гейм бесплатно? Приколоваться нельзя. Стойте, проходите, стойте, проходите. Спасибо огромное. Тимур Каштан-Патрулинов, Гаррик Бульдог-Харламов. Специально для комедии на первом. Он всегда мечтал быть тамадой на больших и богатых свадьбах. Но пока его приглашают только на разводы. Таир на сцене. Комедий на первом. Добрый вечер. Хе-хей. Поток информации. Буйство энергетики и патирующие прически. Таир на сцене, друзья. Комедий всегда праздник. Комедий на первом двойной праздник. Таир в Комедии на первом тройной праздник. Будем говорить про праздники. Все логично, друзья. В России много праздников. Многие мы отмечаем. Некоторые неоправданно забываем, чтобы это все исправить. Друзья, анонс российских праздников. Поехали. Она села ему на шею и радуется. 25 мая. Последний звонок в вашем городе. Что-то типа такого. В этот день удар с ноги в табло лишил его будущего. День ВДВ в парке Горького. 2 августа премьера. В этот день азербайджанцы заработали столько денег, что могут весь год не работать. 8 марта. Три месяца они бухали, курили и тискали девчонок в лагере. Но теперь этому пришел конец. 1 сентября. День знаний. Теперь чисто мужской праздник. Глупые книги, хреновые галстуки, рубашки не по размеру, старые одеколоны. 23 февраля. Подарки все те же. Мужчины меня поддержали. Да и наконец самый необычный праздник. Михаил Боярский в 3 часа ночи звонит Вениамину Смехову и говорит «Хе-хей, а тос-партос, поздравляю! День взятия Бастилии. Кто-то празднует». Ну что, друзья, празднуйте праздники. Ничего не бойтесь. Держитесь. Я люблю вас. Их любимый праздник – это Хэллоуин. Потому что это единственная вечеринка, куда их пускают без масок. Александр Арева и Вади Грэмбо Галыгин на сцене «Камеди на первом». Добрый вечер. Еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, покажем что-нибудь сказочное? Возможно. Да, мы покажем нечто сказочное, поэтому превращайтесь потихонечку в нечто обыденное, а сказка будет. Итак, сказка «Иван Царевич и чудище поганое». Родина, ты любовь моя, я для тебя готов на все. Эх, моя Василисушка, я иду тебя вызволять. Да, эх, Сивка-бурка, ты моя вещая каурка. Как жаль, что ты невидимка. Как бы хотелось мне с тобой поговорить. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Че ты, чего? Прости меня, Сивка. Прости. Ум, место какое лютое. Болото, пни колючие да воронье поганое. Р-р-р-р. Ежи лысые. Ммм, вонь вонючая. Неужто здесь живет чудище поганое? Эй, чудище поганое, выходи! Кто это там? Гавкает, Гавкает! С тобой не Гавкает, разговаривает богатырь Иван, сын Евлампия и Илона Израилевны. Иван, Иван, болван! Болван! Сам ты болван, выходи! Зачем, пожалуй? Василису забрать! Вазелину набрать! Кончился Вазелин, весь на Василису ушел! Ах ты сволота! Выходи, биться! Биться? Мы с тобой чай не блюдца, биться! Эй, чудище, выходи! За тебя не выйду, упырь! Выходи, говорю! Сначала отгадай три загадки! Перв... А нет, так горло болит! Первая загадка! Отожмись от пола пятьсот раз! Обманул, чудище поганое! Четыреста девяносто девять пятьсот! Все! Вторая загадка! Зимой и летом одним цветом! Ёлка! Третья загадка состоит из восьмидесяти подзагадок! Первая подзагадка! Отожмись от... Знаешь куда со своим фольклором? Выходи, говорю! Ладно, иду! А я тебя себе совсем другим представлял! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Прикольно! Я тебя себе... Ладно! Иван... Ургант... Обычный... Чудище! Поганое... Ургант! Руку отпусти, щекотная! Я тебе тоже себе другим представля... Ло. А что ж мы стоим, Иван? Пойдёмте-ка в пещеру. Пойдёмте. Ай, как здесь хорошо! Соскучился по Василисе-то? Да пошла нам нафиг эта Василиса, с тобой прикольный! Здесь жить буду! Никто не знает, когда именно зародился настоящий блюз. Зато мы знаем, когда он умрёт. Прямо сейчас. А помогут ему в этом Гарик Мартиросян, Евгений Агабеков и Макс Перлов. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Ещё раз виделись Женя Агабеков, Макс Перлов. Поаплодируйте им. И Гарик Мартиросян. Да, естественно, это так. И такая музыкальная фантазия, кому-то она покажется странной, но истинные знатоки блэк-блюза, конечно, оценят то, что Макс играет на одной струне, а Женя играет на одной... ...ноге. На одной ноге, в принципе, играет Женя. Ваши аплодисменты. Просто блюз! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ ФЕРТИКИЕ СКУМЕХИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Слушайте, представляете, вчера прихожу домой, а у жены в постели чьи-то ноты. Мне кажется, это был ты. Ты приходил к нам? Нет. Я сейчас не шучу. Ты был у нас дома или нет? Да нет, не был у меня. Точно не был? Точно не был. Ты врёшь. Нет, не вру. Было или нет? Нет, не было. Было? Не было, я тебе говорю. Смотри, а то я тебя... Слушай, нет, но это точно был ты? Соседи видели, как ты заходил? Был у нас ты или нет? Да. Что да? Да. И что ты делал? Да ничего там. Ну, флирт такой, посидели, я уехал. Так было у вас что-то или не было? Да не было ничего. Было у вас вот это вот? Вот это вот, вот это вот. Было? Вот это вот. Вот это было у вас? Ты слишком хорошего мнения обо мне. Я максимум, вот. Но и то, типа... Ну а кто же тогда её? Всё вот это. Откуда я знаю? Кто? 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 Я не знаю, это не я. А потом сигаретка вот эта. Кто? Вот примерно о чём разговаривают негритянские блюзмены, когда играют блюзмены, а нам непонятно, о чём они там. Вот об этом идёт разговор. Макс Перлов, Женя Агабеков. Просто блюз специально для вас. Спасибо. Город Ижевск славен следующими качественными продуктами. Перечисляю по нисходящей. Хорошие автоматы, плохие автомобили Иш и Сергей Бессмертный на сцене. Камеди на первом. Встречайте. Добрый вечер всем. Здравствуйте. В некоторых странах президентом является женщина, но в большинстве по-прежнему остаются мужчины. Почему? Ну представьте, что будет, если президентом станет женщина. Во-первых, анекдоты про блондинок и тёщу сразу будут считаться политическими. На ядерном чемоданчике будет брелок с таким прикольным розовым слоником. В середине президентского кортежа будет двигаться красный президентский Део Матис. На деловых встречах президент, прежде чем найти нужный документ, очень долго будет рыться в сумочке. Бешеными темпами начинает развиваться Министерство психологической поддержки при поломке ногтя. И Федеральный департамент, как выехать из гаража и не убиться. Все исходящие, входящие международные, междугородние, межгалактические звонки бесплатные. Проводятся всероссийские чемпионаты по бессмысленному трёпу. Отменяются такие бессмысленные передачи, как футбол и новости. Во избежание недоразумений на туалетах пишут «М» и «Женский». На автомобилях появляется новый знак, буква «Ж» в треугольнике. Водители с таким знаком имеют право проезжать на любой сигнал светофора, поворачивать там, где им вздумается. При столкновении двух «Ж» всегда виноват какой-нибудь «М». Февраль становится ещё короче. Теперь 23 февраля только в високосный год. Задов в году становится на три месяца больше. Все трех новых месяцев, естественно, март. Новый уголовный кодекс гласит о том, что оскорбление женщины карается смертной казнью. Или просмотром пяти серий «Не родись красивой». Неудовлетворение женщины в постели считается уголовным преступлением и наказывается исправительными работами. Выходит в свет новая конституция под редакцией Дарьи Донцовой и Александры Марининой. В конце конституции будет понятно, кто убийца. Теперь давайте поговорим вот о чём. Автомобили наверняка у большинства есть. И каждому знакома ситуация, когда ГИБДшник останавливает машину, что-то проверяет, что-то спрашивает. Но никто из вас не знает, о чём они в эти моменты думают. Не удивляйтесь, они правда в эти моменты думают. По пунктам попытаюсь объяснить. Тормозит машину? Не думает. Это рефлекс. Представляется? Думает о том, почему он до сих пор сержант, и как бы не забыть попросить права. Просит права? Думает, хоть бы не было. Смотрит права? Жалеет, что до этого лишний раз подумал. Просит техосмотр? Думает, хоть бы не было. Смотрит техосмотр? Злится и думает, что проигрывает 2-0. Спрашивает, куда едете? Думает, хоть бы не было. Потом думает, что ни-нибудь багажник. Не думает, потому что до этого уже очень много думал, и пора бы сделать перерыв. Осматривает багажник. Думает, как это вы так едете, если у вас в багажнике колесо. Вот сейчас, внимание, спрашивает, откуда на машине красно-синие мигалки. Начинает подозревать неладное. Посмотрев на протянутое удостоверение майора ФСБ, жалеет, что не думал, когда тормозил машину. Ну и, наконец, желает счастливого пути, думает, куда еще устроиться с девятью классами образования. Спасибо. Сергей Бессмертный для вас. За сравнительно короткий промежуток времени он прошел путь от простого наперсточника до сложного наперсточника. Встречайте, Александр О. Рева на сцене в «Камеди на первом». Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Всех рад видеть. Ну и сразу к делу, друзья. Хочу познакомить вас с одним типажом, которого я лично знаю. Зовут его Кузьмич. Наверняка вы тоже видели этот типаж. Итак, называется «Кузьмич разговаривает по телефону». «Кузьмич разговаривает по телефону». Ага! Виброзвонок. Алё! Алёна! Да она, Алёна! Алёна! Да вы не Алёна, я говорю, Алёна! Да, Алёна! Что, объявление в газету «Жизнь на колёсах»? Да, давал, да. Да, продаю машину, да. Ну, джип, можно сказать и джип, да? Я его из Германии пригнал, да. Что, говорите, «Фольксваген Туарег»? Да вы знаете, я пару раз в него сходил, так что можно «Фольксваген Био Туарег» назвать, да. Да. Какого года выпуска? Да, 42-го года выпуска. Февраль месяц. Пробег от Москвы до Берлина, да. Нормально. Что, говорите, коробка-автомат? Да, там два автомата в коробке, да. Тюнинг, да, всё есть. Аэрография, там «Тигр» на Берлин, всё написано, да. Всё хорошо, да. Да, сколько прошу? Прошу, штукарь, да. Да каких долларов? Рублей, конечно. Чё, так дёшево? Трубы горят, залить надо, да, залить, да. Да. Где можно посмотреть? В парке, недалеко здесь, да. Да, я его на постамент припарковал, да. Там ещё рядом мой друган Петрович Катюшу продаёт. Да, всё нормально. Такой номер. Жизнь. Самая настоящая жизнь. А сейчас я под ваши бурные аплодисменты приглашаю своего коллегу Тимура Каштана Батрудинова. Ну что, начнём? Начнём. Да. Пошёл. А сейчас, дамы и господа, встречайте. Волшебник, фокусник, маг, целитель, чародей, ясновидящий, профессор белой, чёрной и коричневой магии, великий Геннадий. Я знаю о вас всё. Здесь у кого-то есть дети. Вас родила женщина. Вы учились в школе. Вы хороший человек, а вы нехороший, подеритесь. Ну ладно.